Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Али, да, 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 добрый день, Геннадий Петрович, еще с 2000-х годов всегда была вашей поклонницей, страдала аллергией, был отек к венке, много раз чистила печень по вашей методе, увлекалась уринотерапией, делала шампыракшалану, родилась и жила в тот момент в Узбекистане. Сейчас с 2016 года переехала в Россию, у города Воронеж. Понимаю, что делала очень малую часть из ваших методик. В прошлом году в мае заболела, сказали туберкулез, очень напугали, сказал, что от него можно только таблетками вылечиться. Положили в тубдиспансер в июле 23-го года и через 20 дней выяснили, что у меня микобактериоз, который в Воронеже вообще никто не лечит. О такой болячке не слышала никогда, а чувствовала себя с каждым днем все хуже и хуже. Отправили в Москву, в Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза. Там только есть стационар по лечению этой гадости. Пролежала там с сентября по март. Почти 7 месяцев. В феврале еще сделали операцию. Я так понимаю, что-то там с легких вырезали. Выписали в конце марта. Но таблетки пьют до сих пор. Понимаю, что это ужасно. Сейчас нашла ваш канал. Но он тут с 12-го года. Очень много смотрю ваших видео. И если на тему туберкулеза, начинаю включать мозги. Да, к сожалению, мы их иногда где-то забываем или просто теряем. Умоляю вас, Геннадий Петрович, помогите мне. Буду бесконечно молиться за вас. И хотя я уже год как не работаю, постараюсь и материально вас отблагодарить. Ну, спасибо большое. Ну, спасибо большое. Да, и материально. Ну, что вам рассказать про эту напасть? В свое время, я где-то в начале 2000-х году попадаю на телевидение. Первый раз эта программа Версты была. Возможно, у меня здесь где-то она там и будет. Первый раз на этой программе. Смотрю, значит, что, что, как там снимается. Там собрали целители, врач, там все как положено. И такой большой дядька, Савелов Дерявин. Ему повесили, значит, эту всю гарниртуру по звуку. Он вроде как главный должен быть. Ну, через какое-то время, что-то там шуму не забирают у него все эти штуки. Они вешают на меня, то есть я становлюсь главным действующим лицом в этой передаче. На этой передаче я как раз с ним впервые и познакомился. Познакомился и вот он как раз и рассказывал, как он вылечился от туберкулеза. Помог ему Виталий Караваев. Потом мы встречались на передаче. Можете посмотреть, как я выглядел на этой передаче «Малахов плюс». Приходил в гости на эту передачу. Вот, рассказывал, показывал. Знающий специалист, знающий. И теперь я привожу его рассказ о том, как он вылечился от туберкулеза. Слушайте внимательно. В дополнение вы можете найти видео о Виталии Караваеве и послушать, как он лечился. И все это совместить. И я думаю, если вы окончательно там не отключили свои мозги, будете здоровы и счастливы. Итак, слушайте. Конечно, мне было очень трудно и непонятно, что я все время не мог даже одну арию допить до конца. Все время становился мокрый. Не понимал, что со мной происходит. Но, естественно, я иду в ВТО. У нас там все даром было. Поликлиника была прям рядом с театром Опереты. И я прихожу 5 или 6 раз. И все время меня просвечивают этим рентгеном. И врач такая вроде солидная, такая пожилая, вроде грамотная. И говорит, что все нормально у вас, чисто. Никаких проблем нет. Вы просто симулируете. Вы не хотите работать. Я говорю, как я не хочу работать? Когда я всю жизнь мечтал только об этом. Я готов день и ночь, наоборот, работать. Но нет силы. Я не знаю, что со мной происходит. Я работаю, 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 работаю. Приходит время. Мне надо сдавать экзамены. Я учился на заочном. И я похожу к институту. Со двора нас пускали. Там закрыт был главный вход. И стоял большой вагон флюорографии. И никого из вокалистов не пропускает на экзамен, пока не прошли. Ну, я захожу и начинаю врачу объяснять. Я просто хочу сказать, акцент сделать на том, что я его начинаю доказывать. Да ты что вообще, старик, ты что? Зачем мне просвечиваться еще раз? Когда я 5-6 раз уже ходил и все, там, ВТО, там, самая крутая клиника. Ты что, не понимаешь? На что он мне говорит? Ты знаешь, знай я эти клиники, где полы паркетные, врачи анкетные. И говорит, становись, иначе я не допущу тебя до экзамена. Мне пришлось становиться, встать, проходить. Прошел я, у меня скорую помощь, меня увезли. На Астроном-4, институт легочной хирургии. У меня там море язв на легком, вот каверн, так они там называли. И я попадаю в этот институт. И все, меня раздевают, разувают, все, передевают, вещи мои забирают. И все, и 4,5 года я там находился. И, конечно, я понимал сразу, у меня закрылась мысль. Так же так, такая поликлиника, такое все. Кормят меня вот так, две кисти, я вот ел, как свинья. Этот пасту возит, это вот гора целая, насыпали столько таблеток. Разнесло меня невероятно. Из атлета я превратился в какой-то порося. Вот, мне безразмерное. И я потом все равно, все равно верю. Все равно вот до такой степени били мне еще в башку мою. И тогда я уже понимаю, когда все умирают, я всех вывожу на катафалки после операции. Я не знаю ни одного, который выздоровел у нас в клинике. Я с четвертого этажа убегаю из этой больницы. Я приезжаю в Карелии к своей маме. И она мне начала выпаивать корой молодой сеной. Вот такая громадная кружка такая была, большая, литровая. И я вот пил горечь эту страшную. Только потому, что она стояла рядом, держала за руку и ревела. И я это, конечно, все делал. И потом я смотрю, у меня лучше, лучше, лучше и лучше. Я из этой вот свиньи превращаюсь, с этого борова превращаюсь, значит, человека нормального. Я там уже весил 105 килограмм. И я собираюсь в больницу сдаваться, приезжаю уже стройный мужчина, все. Никто ничего не понимает, рентгеновых подходит ко мне. И говорит, Александр, что с вами? Я говорю, я сам не знаю, не понимаю. Я говорю, только одно понял в этой жизни, что здесь меня кормили самыми лучшими лекарствами, как вы считаете. Самые лучшие врачи, самые крутые. А мама у меня имеет четыре класса образования. А вот детдомовка, она мне поила корову молодой осины. И я сейчас лучше себя чувствую намного. Она говорит, давайте быстрее на рентген. Я встану весь на рентген. Она выходит, у нее такие квадратные глаза. Говорит, у вас закрытая форма. У вас все каверны закрылись. Что вы делали? Я говорю, пил кору молодой осины. По целой кружке утром и вечером. Вот и все.